Хирург, который видит ваше тело насквозь, микроскопический датчик, анализирующий самочувствие, лазерный скальпель, робот-сиделка, генная терапия и многое другое. Как все это изменит мир медицины и что ждет нас в ближайшем будущем? Об этом в текущие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Итак, это программа «Звоните доктору о медицине будущего». Сегодня говорим в этой студии. И у нас в гостях ректор СамГМО, профессор Ран, доктор медицинских наук, профессор Александр Калсанов. Здравствуйте! Инесса, добрый вечер! Дорогие телезрители, добрый вечер! Мы работаем в прямом эфире. Если у вас будут вопросы к нам в студию, можно позвонить. 202-11-22. Разговор у нас очень серьезный, поэтому начнем сразу. Александр Владимирович, медицинский университет в общем понимании – это учебное заведение, где готовят будущих медиков. Но вы, ваш ВУЗ уже давно вырвался за рамки вот этого привычного круга, и вы занимаетесь не только подготовкой специалистов, но очень много времени и сил уделяете инновациям. Это какая-то такая специальная задумка или это произошло само собой? Вы знаете, чтобы быть заметным и полезным, самое главное, обществу, ВУЗ, конечно, формирует модель развития университета. И мы командой много думали и продолжаем думать, какая же модель современного медицинского университета. Много разных было идей. Конечно, прежде всего классический медицинский ВУЗ – это подготовка кадров, безусловно. Конечно, занятие наукой, конечно, лечить, оказывать медицинскую помощь. Но мир настолько изменчив, настолько технологии свои берут вперед, что мы сейчас формируем модель такого медицинского технологического университета. Что это значит? Это значит, что база, все лучшие традиции российского образования мы оставляем, берем за основу, а это мы говорим, у постели больного обучения, но технологии, которые мы сами разрабатываем, мы их довели от идеи до продукта и довели до конкретного пациента. Это первый важный момент. Второй важный момент – все эти технологии, все эти решения у нас активно интегрированы в образовательный процесс. И прежде всего, конечно, проходит первую апробацию на базе наших клиник родных университетских, а уже дальше масштабируется по региону и по всей стране. И есть определенная гордость за то, что университет, я не побоюсь этого слова сказать, что мы первые в стране создали полный цикл от идеи до продукта. Что это означает? Это означает, что наши же ученые, наши же сотрудники придумали идею. Эта идея прошла стадия, стадия макета изделия, прототипа, предсерийного образца, серийного продукта, выход на рынок. Мы создали всю инфраструктуру, которая вот этот шаг, эту технологию проводит. У нас есть центр прорывных исследований, у нас есть свой очень сильный инжиниринговый центр. И наша гордость в этом году – это было особое событие для всего ВУЗа, да вообще для всего медицинского сообщества. Мы открыли центр серийного производства в индустриальном парке «Преображенко». Это около 3000 квадратных метров, оснащенный суперсовременным оборудованием. Самое главное – там появились люди с горящими глазами, которые могут и делают. И для нас была большая честь, что на открытии лично присутствовал министр здравоохранения России Михаил Бердович Мурашко, губернатор Самарской области Дмитриевич Азаров, заместители министров, наши гости, коллеги. И действительно такая есть хорошая обратная связь, что это, во-первых, первый опыт в стране такой. И уже там с десяток изделий, которые начали серийное производство там. И самое главное – у нас очень хорошее задело на будущее. И для нас, для ВУЗа, слова «технологический суверенитет» – это уже не просто слова «красивые». А то, что мы действительно по ряду направлений закрываем ниши. Мы же понимаем, что ряд зарубежных партнеров просто покинули страну, есть сложность заставка оборудования. А вы представите, не будет аппарата УЗИ, например, не будет другого оборудования. И мы пошли очень четко по нишам, по инновационным направлениям. И сейчас генерируем те самые проекты, продукты и доводим до серии. Не могу не отметить, что нам, конечно, большую помощь оказало то, что ВУЗ вошел в самую верхнюю категорию программы «Приоритет-2030». Мы выиграли центр НТИ, мы выиграли передовую инженерную школу. Тоже будет вопрос как медицина и инженерная школа. А вот как раз для разработки этих самых технологий, но уже инженеры с такой подготовкой со смешанной антологией. То есть они обучаются анатомии, физиологии, медицинским наукам. И инженер, который обучался каким-то базовым вещам в бакалавриате, мы его в период магистратуры начинаем обучать, погружать в медицинскую тематику. И вот это все вместе, ваш вопрос был, да, почему вот так? Это все вместе мы формируем новую, может быть, модель такого университета, который активно вовлечен в работу с индустрией. Когда мы не просто делаем науку в папочке, красиво лежит, к нам приходит реальный заказчик, реальная компания с рынка и говорит, сделайте мне такой-то прибор, сделайте такое-то изделие, такие заказные неокры. У нас своя линейка продуктов есть, которые мы сами инициируем, сами делаем. Вот это, наверное, новая модель такого медицинского университета. Но, повторюсь, что основа все-таки лучшей практики российского классического медицинского образования. Я, когда вас слушаю, у меня всегда возникают подозрения, что, наверное, в вашем вузе разработали лично для вас какой-то внутренний моторчик, двигатель такого не сгорания и таблетки для бесконечного развития мозга. По крайней мере, такое создается ощущение. Итак, если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии ректор САМГМО, академик Аран, доктор медицинских наук, профессор Александр Калсанов. Мы говорим о медицине будущего. И давайте все-таки о каких-то разработках поговорим, может быть, поконкретнее, очень интересно. На прошлых наших встречах мы с вами, в принципе, говорили вскользь о телемедицине. Вы над этой темой работаете уже не первый, наверное, год, насколько я понимаю. Скажите, а у вас есть уже полный набор этого самого черного чемоданчика, который чем-то наполнен, и что с этим будет дальше? Да, это уже известная история про этот чемоданчик. Действительно, телемедицина буквально сейчас ворвалась в систему здравоохранения. Особенно это было заметно во время пандемии, потому что было ограничение в перемещении, а помощь должна быть доступна, высоко квалифицированная. Первый шаг, то, что мы сделали, мы в клинике организовали такой самый центр дистанционного мониторинга. Это первое направление. Второе направление мы действительно уже на протяжении, ну, наверное, активно двух лет занимаемся в сторону создания собственных решений. Потому что новые тренды в системе здравоохранения – это такое цифровое здравоохранение, это такая предиктивная аналитика, это телемониторинг, это снятие персональных данных с человека. Мы об этом знаем, когда люди ходят на фитнес, спорт. Это активные истории, которые сейчас заходят в систему здравоохранения. И вот этот самый чемоданчик, он пока комбинированный, ну, например, там есть изделия для снятия артериального давления, определения уровень, там, глюкоза, сахара в крови, да, пульс, дыхание, там, порядка 12 показателей. Мы пошли по пути таким образом. Ряд изделий уже наши. Ряд изделий мы пока взяли существующие на рынке, да, и здесь, может быть, это нормальный подход, потому что, ну, создавать все с нуля, догонять очень тяжело. Поэтому, если решение готовое, и самое главное, российское решение, то, о чем я говорил, технологический суверенитет. Не все равно эффективно. Конечно. Зачем нам придумывать, терять время? Мы сделали очень важную информационную систему, которая все это интегрировала уже. И сейчас по решению губернатора, значит, 100 ФАПов оснащается вот этими самыми чемоданчиками. Но я хочу сказать, что до этого мы провели клинические исследования на базе клиник сам ГМУ. Мы действительно взяли две группы пациентов. Одна группа пациентов носила этот самый портативный аппарат для измерения артериального давления. Вторая группа такого аппарата не имела. И, конечно, постоянное измерение, хочешь не хочешь, вынуждает человека мерить давление. Информация вся поступала в информационную систему. И мы получили очень хороший результат. Он касается и снижения количества, не дай бог, как говорят, летальных исходов, да, кризов гипертонических. И вот этот диагностический такой мониторинг в динамике показал очень хороший результат. И сейчас я хочу сказать, что на уровне России есть такой проект «Персональные медицинские помощники». Курирует его в правительстве первый вице-премьер России. И, значит, он направлен на то, чтобы эту тему масштабировать. Определен Головной институт федеральной медицинской кардиологии. И Самарский госмедуниверситет в этот проект вошел. И тем самым наша разработка, во-первых, вошла также в пилотную программу. А второй момент, сам ГМУ будет реализовывать этот пилотный проект Самарскую область и Республику Татарстан. Вот эти две территории мы полностью пилотируем. После этого, после анализа всех полученных данных, будет принято решение вообще масштабировано на всю страну. То есть обеспечивать вот этими чемоданчиками. Пока там только идет речь про артериальное давление. Вот проект пока этот. Второй проект – это определение сахара в крови. Здесь другие команды участвуют. Но я к тому, что вот эти вот чемоданчики, чем они еще хороши и очень востребованы оказались. У нас очень много у клиник, партнеров, крупных корпоратов, как мы их называем, у которых есть тема профилактических осмотров. И постоянные переезды в Самару, даже Самарская область, она тоже территория немаленькая. Оснащая вот такие чемоданчики, устраивая рабочие места для видеосвязи, для телемониторинга, телеконсультации, позволяет очень быстро попасть, ну так сказать, попасть условно, скажем, на консультацию к высококлассному специалисту в клиниках СамГМУ. Поэтому мы повышаем доступность, качество оказания медицинской помощи. И за счет вот этого снятия постоянного, снятия информации с пациентом и попадание информации в медицинскую информационную систему позволяет врачу скорректировать лечение, что-то убрать, что-то назначить. Это очень хорошая тема. И, кстати, вот эта история с телемедом, она у нас вот в программе «Приоритет 2030» тоже является одной из ключевых, потому что мы, по сути, в какой-то степени меняем некую модель оказания медицинской помощи. И это набирает обороты. Александр Владимирович, лучше один раз увидеть, чем сто раз поговорить. Давайте мы сейчас посмотрим этот чемоданчик и не только еще несколько приборов, изготовленных, разработанных у вас, а потом продолжим разговор. В одном таком чемоданчике помещается все, что нужно фельдшеру на выезде, чтобы оперативно продиагностировать состояние здоровья пациента. Здесь и термометр, и глюкометр, пульсоксиметр и тонометр. Все эти устройства объединяет специальное программное обеспечение, установленное на планшете медика. Фельдшер снимает показатели, и они в режиме реального времени загружаются в программу. На какие параметры здоровья нужно обратить внимание, указывают световые индикаторы. Вся информация оперативно поступает другим специалистам. Они могут провести корректировку терапии, телемедицинскую консультацию или вызвать скорую при необходимости. В планах полностью обеспечить кейс устройствами собственного производства. На текущий момент мы разрабатываем собственную линейку устройств. Это стетфорендоскоп, который уже сейчас разработан, он уже в принципе полностью готов, мы начинаем его регистрацию как медицинского изделия. Также дальше мы идем в сторону разработки, и уже у нас есть опытные образцы, своего тонометра, своего спирометра. И дальше мы начнем разработку своего собственного глюкометра. Еще одна разработка университета, аппаратно-программный комплекс Пирогов, уже помогает обучать студентов Самарской области и многих других регионов. Это устройство – анатомический атлас. На нем будущие медики могут изучить тело человека, все органы, сосуды, нервы, протоки, лимфатическую систему. Каждый орган человека можно детально рассмотреть и даже сегментировать на отдельные составляющие. С помощью стола Пирогова можно обучать как нормальной анатомии, так и патологической. Иногда нужно посмотреть расположение, например, какого-нибудь позвонка, я образно сейчас скажу, да? Мы можем выделить, и вот, пожалуйста, вот он так выглядит просто по отношению к человеку. Системой хирургической навигации «Автоплан» пользуется множество медицинских учреждений России. Эта разработка помогает специалистам эффективно планировать и выполнять операции с особой точностью. Благодаря набору инструментов «Автоплана» хирург на основе результатов компьютерной томографии или МРТ делает 3D-модель той части тела, на которой проведут операцию. В дальнейшем медик может распланировать, как пройдет процедура, какие инструменты использовать и как избежать повреждений функционально значимых зон неподверженным патологиям. Все это позволяет пациенту быстрее восстановиться и встать на ноги после операции. Система «Автоплан» полностью отечественного производства. После просмотра фантастического фильма возвращаемся к нам в студию. В общем, впечатляет, конечно, очень даже, и я так понимаю, что это маленькая часть того, что у вас можно увидеть из медицины будущего. Александр Владимирович, вот недавно услышала, что вы открыли еще и лабораторию умной одежды. Ну, честно говоря, звучит тоже завораживающе. Что это такое? Это, продолжая тематику телемониторинга, лаборатория создана в рамках работы Центра НТИ, Национальной технологической инициативы. Смысл в чем? Пациент, тут, кстати, тоже две, может быть, траектории. Пациент одевает одежду, в нее встроены специальные датчики, которые фиксируют малейшие изменения, малейшую нагрузку на мышцы, изменение угла, допустим, в суставе. Это все очень важно, опять же, для оценки системы реабилитации, например, после какой-то операции. Если это мы говорим про спортивную одежду, то это очень важно в фитнесе, у спортсменов. Тоже как динамик, как наращивание мышечной массы, если какое-то повреждение было, ушиб, травма, тоже все позволяет оценивать. Мы сделали, продолжая умную одежду, умную тематику, умные ортезы. Это уже такой предсерийный образец. Как раз после эндопротезирования сустава, помимо телемедицины, мы внедряем технологию фаст-трек. То есть ускоренного ранней вертикализации, раннее получение движений. И вот эти самые ортезы, которые находятся на суставе, который был пересажен, позволяют также фиксировать все малейшие изменения. И все это реабилитологу позволяет поставить, скорректировать реабилитационную программу, траекторию конкретного пациента. Это тоже очень важно. Поэтому вот это вот то, о чем я вам хотел сказать. Давайте телезрители послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Потому что вопрос, вообще в моем окружении, по случаях, отмечается, как бы, да, естественно, массовой информацией, что искусство молодежи, очень много молодых людей не подвешено. Вот, для чего хочу спросить. А есть ли какие-то, может быть, новые методы, чтобы диагностировать вот это прединсультное состояние, и, может быть, разработаны какие-то новые методики по реабилитации, чтобы максимально восстановить человека в прединсульт. Очень интересный и крайне важный вопрос. У нас есть два готовых решения, которые прошли все нужные разрешительные документы, получили, сейчас уже активно используются. Это Revive Motion. Первый прибор… Мы его показывали, когда говорили про клинику геронтологическую. Да, 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 да. Он работает в виртуальной реальности уже в ранние, в первые часы, в ранние сроки. Он позволяет, наблюдает за аватаром, повторяет движение. Пациент может находиться горизонтально или в сидячем положении. Но он также вертикализируется и пошел. То есть мы несколько моделируем ту среду до этой страшной ситуации и доказали, что в полтора раза процесс реабилитации ускоряется. Это оборудование есть в наших неврологических центрах региона, и не только регион, уже около 60 поставок по стране. Но Revive Motion – это без виртуальной реальности. Это оптический трекинг, который позволяет также повторять движение. Начинали для деток с ДЦП, сейчас уже и взрослые. Позволяет динамику отслеживать, какая положительная динамика, и также выстраивать индивидуальную траекторию реабилитации. Поэтому в этом направлении мы активно работаем. Знаете, вот это очень важное направление на самом деле. И еще одно, как мне кажется, важное – это суставы. Вообще слабое звено у каждого, наверное, человека в организме. Я знаю, что ВУЗ тоже уже достаточно долго работает над эндопротезированием. Вот куда вы рванули в это направление? Тема, которой мы занимаемся очень активно, наверное, год-два. Проблема эндопротезирования суставов, она крайне важна не только для нашей страны. И будем откровенны, до сих пор абсолютное большинство – это импортные суставы. Что нам удалось? Нам удалось, используя лучшие, опять же, технологии, сделать и реализовать, довести до продукта два вида суставов. Один сустав печатается из титана, это 3D-принтер используется, и он позволяет смоделировать очень сложные конструкции. Допустим, кости таза вместе с костью, с суставом и так далее. То есть, когда стандартный, сделанный методом штамповки сустав, он просто, ну, его нет такого, а потребность колоссальная есть. И эта технология у нас сейчас доведена полностью до решения. Уже более 20 пациентов суставы установлены, очень хорошо, хорошие результаты. Плюс мы научились напылять нужным покрытием, умным покрытием под конкретные задачи. И, ну, очень важный момент, что меня сейчас очень радует, ВУЗ сейчас уже не только решает отраслевую задачу, мы уже межотраслевую. Почему? Нашли российский титан, нашли сплав из стали российских, все это смоделировали, удалось. То есть, мы уже зашли и в новые материалы, и в тематику создания каких-то новых свойств. Это очень важно, это колоссальнейшая задача для страны, что университет на себя взял такую координирующую роль. Итак, титан, второй блок – это из керамики. Тоже мелкие суставы, стопа, кисть. Тоже более 20 случаев успешно установлено. И сейчас идет речь о том, после визита министра, что сам ГМУ, возможно, станет единственным поставщиком, особенно для федеральных учреждений, для учреждений здравоохранения регионов. И можем быстро эти готовить индивидуальные эндопротезы. А правильно ли я вас поняла, что такие протезы можно делать индивидуально под человека? Конечно. Люди все разные? Вот это ключевой плюс этой технологии. Мы берем данные КТ, моделируем в специальной программе и отправляем в наше серийное производство, где у нас стоит отдельный участок, чистые комнаты, и печатается под каждого конкретного пациента. Все это упаковывает, стерилизуется, доставляется в лечебные учреждения. Это уже не только Самарская область, это уже другие регионы, где используют эту технологию. Александр Денич, знаете, о чем сейчас подумала? Да, есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос. У меня, по-моему, здесь 10 лет, и предлагаются операции, чтобы заменить сустава на ноге, колено. А скажите, может быть, есть какая-то технология новая, чтобы обойти дезапирацию, что-то тревожное серьезное? Ну, к сожалению, дистанционно так диагноз трудно поставить, все-таки надо обратиться к специалистам, но если есть абсолютные показания, технологий полностью, те, которые заменят установку сустава, пока нет. Сейчас идет активная работа по разработке клеточных препаратов, из культур клеток, и ряд компаний активно в эту сторону пошли, и применение их в ранних, на ранних стадиях, возможно, возможно, позволит и уйти от эндопротезирования. Ну, вот наши зрители уже поняли, Александр Владимирович, что ваш вуз может все по этому. Мы эту работу с одной очень крупной компанией российской такую работу проводим. Но пока мы на стадии, такой ранней стадии, я пока не могу об этом говорить. — Подумала о том, что внедрение всех технологий, вот этих умных, инновационных, ставит, мне кажется, ну, не под сомнение, да, оно вообще не случится ли такое в будущем, что, в принципе, не нужен будет человек, доктор. Все это может делать и техника. — Вы знаете, мое мнение, я опять же могу ошибаться, все-таки врача не заменит ни одна технология. Все равно все ключевые решения, вот все вот эти персональные медпомощники, искусственный интеллект, всем поддержки принятия врачебных решений, виртуальный дополнительный реальность, это информация, на основании которой врач должен принимать решения. Все равно врача никто не заменит. У нас один из перспективных проектов, нашу систему автоплан, навигационную, мы сейчас совмещаем с одной из роботических систем, рука, робот, цель которой врач задает объем, допустим, просверлить там отверстие, поменять позвонок, задает, это делает робот под контролем на этой системе навигационной, но все равно все сложные случаи, все сложные моменты врач будет подключаться. Я еще раз повторяю, что все равно конечное решение за врачом, он несет ответственность. Но мир технологий таков, информационный поток таков, что, например, те же системы поддержки принятия решений, например, связанные с обработкой данных КТ, МРТ, вот тут искусственный интеллект может помочь, потому что врача глаз, может быть, замыли, устал, настроение не то, просмотрел что-то, машину не обманешь. И машина из тысячи снимков, например, отберет 10, которые отправят к врачу. И все равно врач будет принимать решение. Это, я говорю, то, куда мы идем. Поэтому, конечно, врача никто не заменит. А вот, смотрите, немножко времени осталось до конца программы. В свете всего, о чем мы говорили, каким должен быть врач будущего? Вот в связи с этим изменились как-то ваши подходы к подготовке специалистов? Да, вы знаете, мы, думая о новой модели ВУЗа, вообще о развитии и медицинского образования, системы здравоохранения, мы понимаем, что вот чтобы соответствовать времени, ну, мы так пока говорим условно, выпускник должен быть 2.0, да? Вот у него должен быть компетентность, некий набор тех новых функций. Телемеда раньше не было? Не было. Сейчас появилось. Системы поддержки принятия решений не было? Сейчас появились. Роботические системы появились, там нейротехнологии появились. То есть врач, обучаясь лучшим базовым медицинским, там, фонендоскоп, пальпации, перкуссию, умение собрать анамнез, это никуда не девается. Но появилось новое. Вот чтобы этого выпускника подготовить, и преподаватель должен быть, наверное, уже не 2.0, а может быть 3.0. Соответственно, должны быть образовательные программы, что мы уже делаем. Заход. Вот эти технологии, чтобы человек после обучения имел возможность ими пользоваться, мы должны научить ими. А где научить? А у нас как раз мощнейшая сейчас инфраструктура, мощнейшая площадка, и все это, те же медицинские информационные системы. Надо уметь работать в них. Мы сделали новые модули, включили для 6-го курса, для клинических координаторов. Поэтому мы на месте не стоим. Очень интересный процесс этой трансформации, да, идет в университете и в командах университетских. Но мы видим результат, самое главное. Но тем не менее, руками-то они будут работать и продолжать? Конечно, конечно. Или только виртуальные и дистанционные? Конечно, я же сказал, что это база, хирургия, это база, ну как примеры возьмем, да. Раньше была открытая хирургия, я вам сейчас приведу пример. Аппендоктомия. Аппендицит. Да. Раньше делалось открытым способом и в основном делается. В клиниках сейчас процент под 90% уже используя эндоскопические технологии. А это значит уже не разрез 10 сантиметров, а несколько маленьких отверстий. День-два и домой. Это технология. И хирург, а есть такие хирурги, например, там в ряде топовых клиник, они исключительно работают с такой технологией. Поэтому какие-то методы классические, они могут уйти на второй план. Это значит, что их не будет. Но опять же, этот самый хирург в случае осложнения должен перейти на открытую операцию. Поэтому навыки должны быть в любом случае. И это незыблемо. Времени остается вам ответить на мой вопрос следующий, только да или нет. Но все-таки мне кажется, что имея такой шикарный потенциал в виде вашего вуза на территории Самарской области, наши-то клиники могут рассчитывать на то, что все эти разработки в первую очередь будут поступать вот именно в наши лечебные учреждения. Да, уже. Отлично. Спасибо, Александр Владимирович, за то, что выбрали время, приехали к нам в студию. Мы прощаемся с нашими зрителями и увидимся с вами ровно через неделю. До свидания. До свидания и с наступающим Новым годом. Добра и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова